Всем привет, ребята! Хочу сказать большое спасибо всем, кто интересуется нашей жизнью, кто всегда спрашивает про Дениса, в том числе, как здоровье, как добрался, как на карантине, как питается. В общем, для таких неравнодушных, всем, кому интересно, я попросила Дениса немножко отрывочками снимать, ну, примерно, где они там располагаются, как располагаются, как их кормят, там, чем кормят. Ну, и я думаю, будет интересно и моим родителям, и его родственникам, как он там. И кому интересно, тоже посмотрите репортаж с карантинной зоны. Всем привет, он вас смотрит. Я, как понимаете, нахожусь на вакте. Ну, приехал на работу, устраивался в другую организацию, и нас отправили на карантин на две недели. Уже десятый день находимся здесь. Заселили в пансионат «Высокий берег» города Анапы. Сняли нас с аэропорта прям. Когда прилетели, прошли контроль. Нас в сопровождении милиции привезли, ну, в микроавтобусе привезли в пансионат «Высокий берег». При заселении тоже все проверили, взяли еще раз анализ на ковид. В течение, по течении 10 дней будем еще раз проходить, и потом уже нас выпустят. При заезде, когда заезжали, очень понравился номер. Дали два номера. Один двухместный. Туда двоих человек с бригады заселили. И мы четвером в четырехместных заселились. Номера очень хорошие. Потом кормят нас четыре раза в день. Вот такой обед принесли. Посмотрим, что здесь. Кормят вкусно. Нормально вообще. Но завтрак четыре раза в день кормят. Завтрак, обед, полдник и ужин. И все это вроде бы оплачивает Краснодарский край, так понимаю, на себя взяли. Администрация на себя взяла все это. Получается хлеб. Салат. Первое. Потом стаканчик, но мы соев опьем как бы стаканом, с сахаром. И второе. Вот тоже. Все очень вкусно готовит. Приятно есть даже. Вот такая ванная комната здесь. Ее тоже приходят, убирают. И раз в четыре дня дезинфекцию проводят. Тоже. Вид. Так выводится окошко. Ну, это помимо места балкона у нас. Сюда хоть выходим, потому что нас закрывают. Ну, получается, он на ключе закрывает. Выходить не дают. Все две недели находимся в номере. Вид, конечно, красивый. Наводится солнышко, как обычно. Последний. Поправки предусматривающие... Что? Обет дополнительно надо? Надо. Надо? Надо. Местные депутаты считают, что лента угрозной к демократическому строю и безопасности республики. И это при том, что в боях за освобождение Латвии от фашистских захватчиков погибли почти 150 тысяч человек с собой. Спасибо. В номере также имеется телевизор, 10 каналов кабельных. Лежим, смотрим. Заняться просто нечем. Встаем, чай попьем. Такие дела. Подполник принесли. Банан, печенюшки. Еще хотел сказать, что выносят еще... А, мусор. Когда мы кушаем все, все собираем в пакет, ставим около двери. Когда заходит, что-то делать, они забирают мусор. Условия, конечно, очень хорошие. Разбуши представляет. Помогает дружить. Девчонки может каждый мне учить. Если будет он здравующий, то, как мы сможем вас вернемся. Эта трансляция. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...